В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Соответствующие территории. Правительство Нижегородской области опубликовало кату распространения коронавируса в регионе. Износ оборудования или человеческий фактор? Что нужно делать, чтобы не допустить взрыва бытового газа? Лауреаты всероссийского уровня. Саровские педагоги стали победителями дистанционного конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. Правительство Нижегородской области опубликовало карту с указанием городов и районов, где за последние две недели были выявлены случаи коронавирусной инфекции. Эти муниципальные образования региона вошли в список так называемых соответствующих территорий. На карте они обозначены желтым цветом, а остальные районы зеленым. Территории, где выявлен коронавирус, были внесены в этот список, чтобы отдельно от других по ним можно было принимать решение о продлении или введении ограничений. Случаи COVID-19 зарегистрированы в Нижнем Новгороде, Богородске, Дзержинске, Набару, городском округе Выкса, а также в Кстовском и Лысковском районах. Решение о включении города или районов в список соответствующих территорий принимает региальная комиссия при чрезвычайном ситуации. Как отметил Глеб Никитин, если заражение было выявлено в районном центре, то в состав соответствующей территории войдет только районный центр. Если случаи зафиксировали хотя бы еще в одном населенном пункте, то в соответствующую территорию включат весь район. В этих районах закрыты детские сады, работают дежурные группы, а также могут быть введены ограничения на въезд и выезд. По состоянию на 8 апреля в Нижегородской области подтверждены еще 24 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество юрифицированных составляет 80 человек. Из них 13 уже выздоровели. Всего в области наличия коронавируса протестировали более 15 тысяч человек. К другим новостям. Взрывы бытового газа в последние годы стали массовым явлением практически на всей территории страны. Еще один трагический случай произошел в ночь со вторника на среду в Вачском районе Нижегородской области. В двухэтажном доме взорвался газовый баллон. Часть здания между подъездами обрушилась. Два человека погибли. Причиной обрушения дома могла стать неправильная эксплуатация газового оборудования. Чаще всего утечки происходят из-за износа сетевого оборудования. Но в некоторых случаях причиной становится человеческий фактор. Полностью разрушены 6 квартир. Обвалились перекрытия между этажами. Дом признали непригодным для проживания. По предварительным данным, в квартире на первом этаже в селе Филинское взорвался газовый баллон. Дом признали непригодным для проживания. Газ – один из основных источников энергии в современном мире. В нашем городе около 40% домов оснащены газовым оборудованием. Несмотря на все свои преимущества, при неправильной эксплуатации этот вид топлива таит в себе опасность. Чтобы избежать трагедии, нужно помнить несколько простых правил. Про проведение регулярно того, которое у нас проводится, допускать наших специалистов. Потом, естественно, не пользоваться неисправным оборудованием. То есть плита вы купили, то есть это ваша плита, это будет уже ваша собственность. То есть вы за ней уже будете, как говорится, это не муниципально, то есть вам она будет ставить за ваш счет. Должно быть не захламлено, легко воспламеняющие предметы, не размещены ни на оборудовании, ни рядом. Поскольку газ не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, чтобы заметить утечку, на газорегуляторной станции в него добавляют адорант. При появлении характерного запаха нужно немедленно перекрыть подачу газа. Потом провести мероприятие по проветриванию помещения и, естественно, вызвать специалистов и ждать. При этом, соответственно, не пользоваться ни электроприборами, ни открытым пламенем, постараться не пользоваться ни домофонами, то есть ни телефоном. Вызвали, ждем специалиста. При появлении запаха в подъезде нужно также вызвать специалистов, предупредить соседей, оставить открытую дверь в подъезде, не пользоваться открытым огнем и электроприборами. Утечки газа происходят в основном из-за человеческого фактора. То есть кто-то забыл на плите, что-то убежало, газолило комфорку, пошла утечка. У кого-то, скажем так, произвели подключение люди, не относящиеся, не работающие к газу. То есть произвели самовольные работы какие-то по ремонту или по подключению. Специалисты Саровгаз призывают горожан быть бдительными и при появлении запаха газа сразу вызывать аварийную бригаду, которая оперативно и своевременно ликвидирует взрывоопасную ситуацию. Все заявки принимают круглосуточно по телефону 04-104-112 или 7-51-33. Шесть номинаций. Возраст участников 50+. Начался прием работ на шестой всероссийский конкурс «Спасибо интернету-2020». Он проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета». Участниками могут стать люди старше 50 лет, которые активно пользуются компьютером и интернетом. Для участия нужно написать эссе и приложить фотографии. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчан, которые побывали в неблагополучных с точки зрения коронавирусной инфекции регионок, просят сообщать об этом по телефону горячей линии 977-77. Как сообщили в Межрегиональном управлении номер 50 ФМБА России, речь идет о Москве, Московской области. В Санкт-Петербурге, Пензе, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Выксик, Стово, Богородске, Богородском и Лысковском районах. Саровчане, вернувшиеся из этих мест и обнаружившие у себя симптомы респираторного заболевания, должны немедленно ограничить свои социальные контакты и вызвать врача на дом. 9 случаев бешенства у домашних и диких животных зафиксировали на территории Нижегородской области с начала этого года. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, опасные заболевания подтвердили у пяти лис, трех собак и кошки. Всем, кто контактировал с этими животными, провели курс антиарабических прививок. Роспотребнадзор советует гражданам избегать контактов с дикими и безнадзорными животными, ежегодно вакцинировать против бешенства своих питомцев, а в случае укуса незамедлительно обращаться в больницу. В Нижегородской области заработала горячая линия, по которой граждане могут сообщать о возгораниях в лесу. Звонки круглосуточно принимают по номеру 8 800 100 94 00. Департамент лесного хозяйства Нижегородской области напоминает, что в регионе запрещено жечь мусор на садовых и дачных участках, бросать в лесу окурки и горящие спички, оставлять бутылки, осколки стекла и другой мусор. Нарушителей будут привлекать к административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности. В музее лавянного солдатика будет новое пополнение. Своё место на витринах займут миниатюрные фигурки участников ополчения Дмитрия Пожарского и Казьмы Минина. В связи с введением карантинных мер работа над новой экспозицией продолжается в домашних условиях. О том, что ещё увидят соровчане после открытия музея, расскажем в следующем репортаже. Более двух тысяч солдатиков смогут увидеть соровчане на обновлённой экспозиции «Бородинское сражение. Музея военно-исторической миниатюры после окончания карантина». Вячеслав Лопашов совместно с сотрудниками создаёт и дополняет диораму уже около 20 лет. Пространство 2 на 3 метра пополнится макетами зданий, укреплениями, фигурками военнослужащих, участников знаменитой битвы Отечественной войны 1812 года. Союзники Франции. То есть это Бавария, это Вёртсенберг, это Австрия. То есть вот то, что было на Бородинском поле. Русская армия, естественно, добавляем. Казаков добавляем. Ещё ополченцев ещё добавляем. Русские войска добавляем. Ну немножко, ведь это уже как бы быть третьей итерацией, да. То есть сначала было одно количество солдатиков, потом мы докрасили, добавили ещё. С Евгением Артёмичевым есть такой великий человек в нашем маленьком городе, с помощью которого мы, собственно говоря, делаем эту диораму. Ну и, естественно, с помощью нашего молодёжного объединения победителей. Почти готова экспозиция «Битва под Москвой» 4 ноября 1612 года ополчения Дмитрия Пожарского и Казьмы Минина с польскими войсками. В неё войдут фигурки солдат размером 54 мм. Сейчас в связи с режимом самоизоляции дорабатывать диораму сотрудникам приходится на дому. Часть элементов успели подготовить до карантина. Деревянные домики, сейчас вот Кремль делаем, да, то есть задничек нарисовали Кремля. Дмитрий Пожарский, вот как он, вот в фильме он выглядит, смотри, кто смотрел старый фильм, да, вот он там с булавой, вот он прям вот так и выглядит. То есть реальные люди, которые выполощены вот в Олове, их можно увидеть. Ну и, естественно, стрельцы, это нижегородское ополчение наше, да, родное. Все две диорамы уже можно посмотреть. Да и вообще просто перед, даже перед 9 мая, я надеюсь, что всё будет хорошо, вот, и люди смогут к нам прийти и посмотреть. К празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне сотрудники музея планируют подготовить диораму «Штурм Берлина». В ней саровчане смогут увидеть фигурки солдат Красной Армии, которые атакуют здание Рейхстага со знаменем, а также поверженное войско вермахта. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Опработка русских народных песен и композиции современных авторов. В городе Лесном завершился 12-й Всероссийский конкурс исполнительского мастерства среди педагогов школ искусств городов присутствия атомной отрасли. Жюри оценило почти 100 видеозаписей выступлений. По итогам конкурса саровчане стали лауреатами. Более 200 преподавателей из 12 городов Росатома и 10 городов Свердловской области приняли участие в 12-м Всероссийском конкурсе исполнительского мастерства. Впервые за всю историю фестиваль прошел в дистанционном формате. Жюри оценило выступления участников по видеозаписям. Саровские преподаватели Анастасия Кох и Глеб Дементьев представили свои творческие работы в сольном варианте и дуэтом. В номинации «Народные инструменты» ансамбли они стали лауреатами первой степени. В ансамбле мы играли два произведения также. Одно – это бразильская музыка. Композитор Марко Перейра называется «Баты Коши», что в переводе означает, в примерном переводе, бит бедра. Танцевальная музыка, очень веселая. И второе произведение – это соната, также русского композитора Бортнянского. Две части – вторая и третья. Сольное выступление саровчан также было высоко отмечено членами жюри. Анастасия Кох стала лауреатом второй степени. Девушка представила на конкурс два разнохарактерных произведения. Первое – обработка русской народной песни с вечера с полуночи композитора Сергея Руднева. Второе – современное произведение испанского композитора Маурицио Колонна. Для Анастасии и Глеба это не первый дистанционный конкурс. Молодые педагоги отметили, что у такого формата есть сложности. Музыкант не может непосредственно воздействовать на своих слушателей, на членов жюри. Вживую ты чувствуешь отдачу от зала и понимаешь, нравится это людям, не нравится. И вот это все влияет. Через видеозапись все-таки этого не чувствуется. Сложно очень себя сорганизовать и сыграть с полной отдачей. Всего на конкурс было прислано 95 видеозаписей выступлений преподавателей. Глеб Дементьев представил на суд жюри две композиции и стал обладателем звания лауреата первой степени. Первое произведение у меня была обработка Сергея Руднева, а также называется «Фантазия» на русскую народную песню «Окрасился месяц багрянцем». И второе произведение я играл современного французского композитора, к сожалению, недавно ушедшего из жизни, Роланда Диенца. По словам преподавателей, участие в конкурсах – это отличная возможность отточить свое мастерство и развить творческие способности. Опыт участия в дистанционных фестивалях педагогам пригодится при обучении своих воспитанников. В условиях самоизоляции они ведут уроки с помощью интернет-технологий. Елена Горискова, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Режим самоизоляции диктует свои правила и заставляет приспосабливаться к новым реалиям. Все уже привыкли к работе в дистанционном формате, но не все можно сделать удаленно. Например, спортсмену в домашних условиях нельзя провести полноценную тренировку. О том, как выходят из такого положения мастера спорта и что советуют саровчанам, расскажем в следующем репортаже. Режим самоизоляции – новый вызов для спортсменов. Вместо привычных тренировок на дорожках лыжной базы пятикратный чемпион мира среди юниоров Петр Седов теперь каждый день организует занятия в домашних условиях. На помощь приходят члены семьи, спортивный уголок, стулья и даже банки с крупой. Мастер спорта международного класса считает, что поддерживать себя в форме на карантине не проблема. Главное – желание и фантазия. Я для ребенка для своего поставил спортивный уголок, где шведская стенка, канат, то есть пользуюсь ими. Еще я специальный тренажер взял домой для тренировок, который лыжный, для тренировки верхней части тела, плечевого пояса. В принципе, я считаю, что дома, даже на обычном ковре, можно все что угодно придумать. Те же самые гантели можно заменить какими-то другими предметами. До начала пандемии лыжники готовились к основному старту – чемпионату России. Он должен был проходить в Тюмени с 28 марта по 5 апреля. Из-за отмены соревнований спортсмены были вынуждены на несколько недель раньше уйти на отдых. Апрель для лыжников – это время межсезонья, когда мы даем небольшой отдых, то есть для того, чтобы уже в мае снова начать нормально тренироваться. Поэтому как бы именно для спортсменов-лыжников, ну, я думаю, для всех гимних видов спорта, этот карантин не так страшен, как для спортсменов, которые занимаются летними видами спорта. Летом пройдут соревнования по лыжероллерам. Спортсмены надеются, что к этому времени они смогут полноценно подготовиться на специализированных площадках. Для профессионалов простых домашних тренировок недостаточно, чтобы достичь нужной формы для предстоящих чемпионатов. Ни технического, никакого мастерства, ничего. То есть это чисто такие тренировки, которые направлены на поддержание физической формы, чтобы, так сказать, животик не нарос в это время. Вот, чтобы мы в мае месяце уже, когда все это закончится, могли нормально выйти и начать тренироваться. Полноценные занятия спортом дома наладить сложно. Однако поддерживать физическую форму на уровне и не располнять – под силу каждому. Для любителей в интернете без труда можно найти программы тренировок, технику выполнения упражнений в домашних условиях. Многие спортсмены запускают в социальных сетях онлайн-трансляции, где проводят занятия вместе со зрителями. Дарья Козина, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok